Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, наши гости. Сегодня я расскажу об еще одном применении магния. Я не так давно примкнул к этому магниевому движению. Вообще, я всегда занимался жидкофазной химией материалов, в первую очередь всем, что связано с синтезом новых материалов. Начинал я когда-то заниматься бетоном, а сейчас я занимаюсь в основном синтезом наноразмерных частиц. И когда меня пригласили, ну или так получилось, что я начал работать здесь, в первую очередь возник вопрос, а есть ли смысл вообще получать наноразмерные частицы магния, и можно ли это сделать. Самая большая проблема всегда заключается, опять же, в коррозии. Ведь если коррозия, вы сегодня все увидели, как сильно она влияет на свойства магния, значит, наноразмерная частица вообще будет очень быстро превратиться в оксид. И есть ли смысл вообще ее такую получать, и есть ли смысл вообще с ней работать, и как это делать. Ну, про магния сегодня было много сказано. Самое главное, что я в нем обнаружил, ну для себя это всем вещь известная, он является одним из наиболее распространенных элементов земной кори. его чуть-чуть больше 2% в земной коре. И всякий раз, когда захотела мысль о применении наноразмерных частиц магния, тут возникает идея, а зачем нужна широкая, большая удельная поверхность. И первая мысль была связана с получением аккумуляторов водорода. Дело в том, что ввиду низкой плотности магния он обладает максимальным коэффициентом адсорбции водорода в магнии. И получается, что на 1 грамм магния можно сорбировать порядка чуть-чуть меньше 8% водорода. Так как это сейчас очень широко распространяется, очень много кто говорит о водороде и о том, какие он имеет экологические применения и является таким топливом, не так много кто понимает, каким образом его можно хранить. И сорбентами этого топлива может выступать магний. Самая большая проблема в том, что сорбировать водород в магнии можно только в условиях высоких температур. Для того, чтобы добиться такого вовлечения водорода в магния, нужна температура 500 градусов. Поэтому все стараются снизить эту температуру. Используются магниевые сплавы. Я тут привел в пример магний-2 никель. Это, наверное, какой-то интерметалит. Температура снижается, но падает сорбция. Мы попытались... Падает объем магния, которую можно сорбировать в этом материале. Мы пытались размышлять на эту тему, можно ли этим заниматься, но решили как-то это исключить, потому что вот мало ли чего, еще взорвется. Второе направление. Если мы рассматриваем магний как источник энергии, то сразу на ум приходит аккумуляторная тематика. И дело в том, что магний здесь очень интересен с этой точки зрения. И самая главная характеристика, которая здесь его очень выделяет, это большая объемная емкость магния. То есть, если мы попытаемся его сравнить с литием... Ага, я что-то не понял. Ладно. Если мы попытаемся его сравнить с литием, то здесь выходит, что на один кубометр, ну какой-то единичный объем этого материала, емкость заряда миллиампер-час у магния в два раза выше, чем у лития. По этой причине, чисто теоретически, мы можем говорить об уменьшении батареи в два раза в объеме, или, соответственно, увеличении емкости этой батареи в два раза при сохранении того же объема. Это все вызвано тем, что... Плюс еще у магния очень высокое значение стандартного электрического потенциала. Я здесь привожу пример некоторые материалы, которые тоже используются в аккумуляторах. А высокое напряжение позволяет добиваться высокой мощности в аккумуляторах. Но, как правило, самая большая проблема здесь, опять же, оксидная пленка, в результате образования которой падает полезное напряжение и падает вообще мощность этого аккумулятора. И по этой причине существует несколько подходов для того, чтобы и получить большую емкость, и получить большое напряжение. Если мы, опять же, вспоминаем литий-ионные аккумуляторы, литий еще более активный материал. И поэтому для того, чтобы использовать его в качестве анода, его используют не в виде слитка, а в виде атомов ионов, лития, и ионы переносят заряд. Таким образом, можно сделать работу аналогичной и с магнием, но ввиду того, что магний двухвалентный, его скорость диффузии ниже. И по этой причине не так-то просто получить такой аккумулятор. Правда, сейчас я знаю компания Fujifilm, японская компания, представила такой уже продукт. То есть на основе магнийорганических соединений, там, где ионом, переносчиком заряда является ион магния. А у нас получилась другая идея. Так как наночастицы магния мы все-таки смогли получить, стабилизировать их в определенном безводном растворе, мы попытались подумать, можно ли использовать сами нанообъекты в качестве анода. Мы здесь далеко не первыми оказались, но мы попытались понять, почему у других авторов наночастицы, расположенные в полимерной матрице, защищенные от коррозии, напряжение ниже теоретического. То есть там есть какие-то проблемы, и мы решили в них разобраться. Здесь я просто привожу схему того, каким образом мы готовили анод. Наночастицы магния можно расположить в полимере. Полимерными нанокомпозитами я занимался. Здесь я привел пару своих публикаций на эту тему. И здесь получилось, что тема для меня была понятной. мы получили изображение этих частиц. Так как они, опять же, окисляются, их сфотографировать очень было сложно. Мы их поместили в прозрачный полимер, в силикон, и получили такие не совсем понятные изображения, но видно, что это частицы, состоящие из отдельных включений. А методами лазерной дифракции мы установили размеры этих частиц и выяснили, что есть все-таки некоторая разница. Наночастицы магния получались в жидких растворах, в туловоле. Собственно, таким здесь-то я все могу понять. И поэтому эта часть работы была сделана достаточно быстро. А потом эти частицы, помещенные в полимер, который не подвергается коррозии, мы просто поместили, сделали электрохимическую ячейку из двух этих электродов и проводили стандартные испытания, заряжали, разряжали эту пару, смотрели, сколько энергии электрической мы можем в ней содержать. И получилось очень интересное наблюдение, которое мы пока еще до конца не выяснили. Но если мы возьмем и сравним аноды, которые содержали себе наночастицы магния, они здесь показаны красной линией, и сравним их с микрочастицами, то получается, что у наночастиц на 1 грамм массы куда больше удельная плотность энергии. То есть они выдают намного больше энергии, чем просто массивный магний, при том, что у микрочастиц эта величина совпадает с массивным слитком магния. С чем это связано, пока не совсем понятно, но единственное, с чем мы можем пока это сравнивать, это с какими-то особыми свойствами именно наночастицы магния, которые обеспечиваются не только удельной поверхностью, но и какими-то дополнительными свойствами магниевые наночастицы проявляют так называемые свойства плазмонного резонанса, которое вызвано коллективными колебаниями электронов. И по этой причине магниевые дисперсии, вот здесь показано изображение, они приобретают розовый оттенок. То, что характерно для разных металлов наноразмерной области. Возможно, есть какая-то связь между вот этими коллективными колебаниями электронов и полезной энергией, которую может выдать такой электрод. Но мы пока еще до конца не разобрались в этом. Поэтому по этой причине приглашаем новых студентов помочь нам в этом поиске. Спасибо за внимание.